Субтитры сделал DimaTorzok Типа, затишье перед бурей Ну, знаете, роликов не было И в этом подкасте я собираюсь вам сказать, что ролики будут Это было действительно затишье И все начнется очень скоро, правда Особенно если учесть тот факт, что сейчас идет E3 или E3 В общем, давайте я все по порядку скажу Но сначала я хочу исполнить песню Я подумал, что подкаст нужно начинать с песни И будет вдвойне лучше, если я буду ее исполнять Поэтому да, песня называется Жора Жорочка, если ты сейчас смотришь мой подкаст Если у меня есть хотя бы один зритель Жора Пожалуйста, не стань таким Жорой Какого я буду описывать в этой песне Ну точнее не я, я буду исполнять ковер Точнее ковер Великолепные группы Сатана печет блины Я думаю, что в следующем году или когда там это Евровидение будет Мы займем первое место Только из-за того, что прекрасная группа из Липецкой или Тулы Или еще откуда-то Они поедут и возьмут за нас первое место Сатана печет блины Песня Жора Раз, два, три, четыре Жора, Жора, Жора Нормальным раньше был Теперь он стал мажором Теперь он стал другим Обтянутые бруки Очки от ДНЖ Он кремом мажет руки Теперь он без души Ах, Жора, Жора, Жора Теперь ты стал мажором Теперь ты жрешь не водку А только фуагра За сотню сигарет На джаз-концерт билеты Рубашечка Рубашечка И бабочка И черная икра В общем-то Я сыграл как смог Какой ужас Я надеюсь Ни один Жора не отпишется И вы прониклись этой песней Как могли Я не стал специально дальше петь Потому что там есть второй куплет Чтобы вы послушали эту песню Называется так же, как я и сказал Сатана печет блины Жоры И сейчас можно начинать подкаст Вообще я хочу сделать его коротеньким Потому что тем немного И сказать о них мало что можно Это все То есть Здесь и сейчас Не нужно об этом говорить Мне нужно уже все сделать И сообщить вам о том Что я буду делать Во-первых Е3 Ну вообще читается Исфрей Но как многие называют Эту конференцию Это Е3 Конференция уже началась Вот буквально сегодня В 5 утра Была первая конференция От Bethesda Я стримил ее Вы можете найти видео на канале Или же сейчас оно где-то на экране появится Если вы пропустили Посмотрите Это запись стрима Там интересные самые моменты На самом деле И моментов так много Что видео вышло вообще на час По сути конференция шла полтора часа Ну или там чуть больше Час сорок И я смог вырезать Все неинтересное Только на 40 минут Вот вы прикиньте Какая интересная была конференция И прямо сейчас Вы можете увидеть Расписание самих конференций Какие еще остались На самом деле осталось еще очень много Поэтому Наверное Вероятнее всего Вот как вы можете заметить По времени Я уже стримлю Одну конференцию В данный момент Вот вы смотрите видео Я уже наверняка стримлю Потому что сейчас я только подготавливаюсь Но Вы наверняка посмотрите видео Это позже Я не знаю когда я его выложу В общем наверняка Я уже Который раз повторил слово Наверняка Но Возможно Я уже стримлю Так что Переходите по ссылке И Присоединяйтесь Будет интересно Я очень надеюсь Вот сейчас И желаю удачи Филу В будущее Вот прямо сейчас Давай переводи там Все хорошо Получается мы начнем В 19.30 По Москве И знаете Там будет конференция От Ubisoft Она уже будет Где-то в час Ночи И Вот Не очень мне хочется Ее стримить Потому что В последние годы Отношение к компании Ubisoft у меня Немножко изменилось Вы помните Что было с Watch Dogs Ее показали на E3 Сказали Что она будет Великолепная И что вышло Ничего не вышло Assassin's Creed Конвейер Никакой души В их играх нет Есть конечно Какие-то их Отдельные компании То есть Например Ubisoft Montreal Или Ubisoft Quebec Ну там Короче На самом деле Много их Под компаний Как это назвать Короче Маленьких компаний От большой компании Ubisoft Вот И они создают игры Тоже Само собой Маленькие инди игры И даже вот они Например Была игра Valiant Hearts Кажется так называется Про войну У меня даже видео По этой игре есть И она была хорошая Но в последнее время Я в их игры Просто не верю Потому что Вот вышла игра Child of Light От Ubisoft Montreal И я просто боюсь В нее играть Потому что Выглядит она круто Но Они какие-то У них в последнее время Сухие эти игры Конечно Может ошибаюсь Может Child of Light Вышла хорошей Но Не верю Не верю я Ubisoft Совсем Ребята Поэтому Да Вряд ли я Буду стримить Конференцию Ubisoft Наверняка Я там усну И забью на это все Потому что Assassin's Creed Этот Одинаковый В общем Я думаю Вы поняли Какое у меня отношение К Ubisoft В последнее время Хотя я просто Ярый фанат Принца Персии И первой Второй части Assassin's Creed Ну еще можно сказать Там Brotherhood Ну в общем После третьего Assassin's Creed У меня Что-то Кардинально Изменилось Отношение К Ubisoft В общем Наверняка От Ubisoft Я не буду Стримить Всю их конференцию Ой И Блин Я забыл сказать Что такое Е3 Потому что Наверняка Не знают Многие личности Думают Что Е3 Что это такое На самом деле Сейчас все объясню Это ежегодная выставка На которой Показывают Новейшие игры То есть Если вы Интересуетесь Игровой индустрией Если вам нравятся игры Если вы следите за новинками И вам хочется увидеть все первыми То смотрите Е3 И желательно со мной Потому что Все-таки я переводить умею Там все на английском Само собой Ну Нет-нет Я неправильно сказал Я не умею переводить Я английский знаю Вот Переводы Это немножко другое Это уже другой абсолютно Скилл нужно иметь Но я буду стараться Ради вас Вот Прямо сегодня В 19.30 По Москве И Вот Поэтому приходите Мы с вами поболтаем Поговорим В общем Кто был на моих стримах Знает Но Е3 Это еще круче Можно даже так сказать Так что я В нетерпении И да В группе ВК Уже есть расписание Вы можете ознакомиться С ним поближе Если вы например Хотите что-то уточнить Или прийти на определенную конференцию В общем да Посетите еще и группу ВК Но второе О чем я хотел поговорить Это новые видео Когда вообще Они выйдут Об этом я хотел сказать вам Просто очень быстро Было затишье Вы сами видели Что в начале июня Было затишье Все потому что я Защищал диплом Об этом я в конце подкаста Расскажу обязательно Ну и более того Уж очень у меня Дел появилось много В том числе Связанные с видео Самое интересное У меня столько идей накопилось Что я хочу их всех Вот как-то Реализовать Хоть понемногу И наконец Выкладывать Вот так уже Потихонечку Поэтому ребята Я вам обещаю Все будет Вот уже Начнется Все начнется Потому что я не Зря сказал Новые ролики Затишье Не зря я так сказал Будет целый поток Видосов Начиная вот уже Сегодня Потому что Е3 Уже первое видео вышло И Будут Еще Записи со стримов Выходить на ютубе Кому это конечно Интересно Будете смотреть Другие видео Мои Основные Которые я делаю Ну и может быть Вообще не основные Кто его знает Я недавно вообще снял Видео Анбоксинга Которое никогда не снимал Они в общем-то Будут Ребят Все Будет Обещаю вам Это затишье было Пойдем Пойдем мы в гору Как это Говорить В общем да Следующая тема О которой я хотел поговорить Это Защита моего диплома Так Вот Вот так Защита диплома А точнее Я хотел просто с вами Поделиться своими мыслями И своим Своими наверное Чувствами по поводу этого Потому что для меня это важно И я бы хотел высказать это все вам Прям вот высказать Ну нет Это не так уж И страшно Высказывать вам что-то Просто рассказать Те кто смотрят мои стримы Уже знают Что я защитил диплом Отдельно Скажу вам спасибо Ребятам Которые посещали мои стримы Поздравляли Спасибо каждому Очень приятно слышать Поздравления Меня с днем рождения Так не поздравляли Как поздравляли С защитой диплома Очень приятно Спасибо вам И собственно О чем я хотел поговорить Интерес в том Что на дипломный проект Я готовил видеоролик Да Это за 4 года Моего обучения В колледже Я поступил в колледж После 9 класса За 4 года обучения Вот в этом колледже Лучше всего Я научился делать Видеоролики Хотя Я поступал Абсолютно по другой Специальности Вот Вот В чем вообще суть Что я хотел вам сказать Поступал я на специальность Техника Но по сути Это техник Который защищает информацию То есть Это защита информации Посредством Программным путем И Посредством Каких-нибудь Физических Манипуляций То есть Именно защита информации Как можно защитить информацию Вообще Способов Очень много И Допустим Вот вы входите В свой Вконтакте Каждый день У вас есть Логин и пароль Ну или же там Почта и пароль И это уже Самый банальный Пример Как защищается информация Там специальный алгоритм Есть Который Сохраняет ваш Пароль И все такое Но это Я не буду сейчас вам Это мозги парить Вот этим В общем Я думаю Вы примерно поняли Как я защищаю Как Не я защищаю Как вообще защищается информация И Вот об этом у меня специальность Вообще Основа этого Мы изучали Криптографию Поэтому Кому это слово Что-то говорит Вот Вот оно И мое видео Будет вообще По стеганографии Если вы Впервые Вообще Слышите это слово И хотите узнать Что это То досмотрите Этот ролик До конца Потому что В конце Я Покажу вам Тот самый Видеоролик Который я показывал На защите диплома Я с вами поделюсь Я думаю Это будет нормально Ну и вообще К чему я веду По сути За 4 года Я не научился Я не научился Я не научился Никаким Особым Умением Которыми я должен По идее Владеть Да Ребята Примите Реальность В некоторых Учебных заведениях Не учат Точнее Не дают знания На должном уровне Такое встречается Такое есть Я даже спрашивал Некоторых блогеров И Немножечко Пообщался с ними Мне просто было интересно Потому что Они в такой же сфере Работают В создании видеороликов И мне было интересно Как у них вообще с учебой Потому что Я сам знаю Каково это Совмещать учебу И Хобби То есть Я например Мое хобби Это делать видео И я спрашивал Некоторых людей Не буду называть Вдруг еще обидятся В общем Спрашивал И говорили Что у них Похожая ситуация То есть Знаний никаких Нет Они Все что они делают Это Все чему они научились Это само собой В интернете было И чего они добились Это они добились Сами Когда я поступал В колледж Я Поступал 4 года назад Я уже сказал Я не умел делать Вообще ничего Связанное С видеороликами Я не умел Абсолютно Только Знаете На первом курсе Были конечно Такие проекты Но это было Что-то такое Знаете Дворовое Ну знаете Во дворе снимаешь И Я пытался что-то монтировать Но в принципе Ничего получалось Но это нельзя Посчитать за Какое-то умение Но Получается Я начал На первом курсе Я начал Вот свое вот это хобби Создание видеороликов И уже позже Когда я Начал вливаться Всю эту тему Я загрузил Своё первое видео На этот Ютуб канал Которое было Вот направлено Именно Ну на Широкую аудиторию Я тогда Конечно Так наверное Не думал Но сейчас Понимаю Что это было так И Вот за 4 года Я научился На самом деле Многому Конечно Конечно Я понимаю Прошло очень много Времени Я мог научиться Большему Но Я вам признаюсь Я ленивый Я ужасно ленивый Бываю Порой Иногда Наоборот Запредельно Продуктивный А иногда Запредельно Ленивый Вот такие вот у меня Скачки идут Действительно Это очень странно Когда я сам себя Сам себя Чё даю Я могу сидеть Ночами делать видео Вот как например 7 шагов к победе Когда я планировал Всё Всё делал Все эти заставки Ночами сидел А иногда Могу вообще Ничего не делать Поэтому да Это моя проблема Я с ней боюсь Всё такое И За 4 года Возможно Я мог научиться Большему Но Факт в том Что мне Моё умение Создавать Видеоролики Помогло Мне защитить Диплом И даже Не просто Помогло Это Почти спасло Меня Потому что Я бы не смог Написать какую-нибудь Программу Или же Сделать Какой-нибудь Устройство Ну возможно Устройство Я бы смог Сделать Но я даже Об этом не думал Потому что Мне нравится Делать видеоролики И я Спросил у своего Куратора Могу ли я Сделать видеоролик И он сказал Да ты можешь И я такой Блин Так что Получается Я учился В колледже 4 года Практически Ничему не научился Но То что я сам Познавал Азы Видеомейкингства Ох Какое ужасное слово Подобрал То что я сам Познавал Азы Создания Видеороликов Вот Все Все вот эти Проблемы с разрешением Битрейдом Монтажом Эффектами Записью голоса Звукорежиссурой Вот Все это Мне Помогло Защитить Диплом И с этим Никак не Связана Моя учеба Это натолкнуло Меня конечно На Такие мысли Вообще У меня давно Эти мысли В голове сидят Но Это меня Немножечко Подбодрило Я надеюсь Подбодрите Вас Потому что Наверняка У вас есть То хобби Которым вы любите Заниматься Именно хобби Хобби в себя Не включают Затусить с чувачками На пати И набухаться Нет Хобби включают Именно Какое нибудь Полезное дело Которое Ну например Укрепляет Ваше тело Допустим Это будет Спорт Ну или же Не наоборот А скорее В другое русло Это творческое Какое-то дело Например Вы рисуете Вы Учитесь Вообще На другую Специальность Или же Вообще В школе Учитесь Вообще Не знаете Что у вас Будет В будущем Но вам Нравится Допустим Рисовать Я привел В пример Именно рисование Потому что Я не умею Рисовать Вообще Никак И я Очень Уважаю Художников Обожаю Этих Ребят Которые Могут Вот Изобразить Изобразить Что-то С помощью Своей фантазии И Не обязательно Это будет Прям точная Копия Какого-нибудь Человека А прям Если будет Это еще Абстрактно Как-то Со своим Стилем Это так Классно Я Завидую Белой Завистью Тем Кто умеет Рисовать И просто Обожаю Таких Людей В общем Да Я опять Отвлекся От темы И Если вы Допустим Рисуете И вам Это нравится Развивайтесь Развивайтесь В этом Найдите себе Какое-нибудь Другое занятие Если вы еще Не нашли Возможно Да Вы еще Очень Юн Ты еще Очень Юн Это я Старик Тут говорю Тебе Фил Года Ролики Делай А если Ты юн У тебя все Впереди Ты найдешь Какое-нибудь Занятие Которое Тебе Будет По душе И Никогда Не будет Лишним Если ты Будешь Развиваться Я это Я Ощутил Это на себе Четыре Года Прошло Практически Ничему Меня колледж Не научил Это совсем Мизер За четыре Года Я научился Конечно Я чему-то Научился Но это Очень Мало Это Никак Не сравнится С теми Знаниями Которые Я получил В колледже Именно Поэтому Ребята Делайте Что вам Нравится Развивайтесь Вообще Интернет Это очень Хорошее Место Чтобы развиваться Чтобы Получать Какие-то Знания Хоть И родители Говорят Что Интернет Это Помойка Все Такое Там Ничего Интересного Не найдешь Они Отчасти Правы Потому Что Если Вы Будете Просто Листать Ленту Смотреть Смешнявочки И Просто Гуглить Названия Каких-то Вещей Которые Вы Не знаете Вы Не запомните Этого Используйте Интернет Чтобы Обучать Себя Вы Как думаете Как я научился Видосики Я научился Смотря На других Я научился Этому Смотря Какие-то Гайды Читая Статьи Всем Даже Мелочам Вот Например Какой-то Вылет Текста С анимацией Там Какой-то Интересный Я Может быть Не знал Как это Делается Я просто Нашел И какой-то Мне чувачок Или написали Статью Я научился И Почему Многие Не правы В том Что Интернет Помойка Нет Если Его правильно Использовать Можно Можно Научиться Многому Ребята Очень Многому Вообще Я считаю Что В интернете Намного Большему Можно Научиться Чем В каком-то Заведении Но Здесь Есть Два Огромных Минуса Если Вы Например Не пойдете В универ И будете Учиться На дому В интернете Хотя Мало Какой Сейчас Родитель Такое Позволит Потому Что Это Вообще Это Нонсенс Вот так Вот Ребенка Оставлять В интернете Учиться Многие Родители На такое Не пойдут И они Отчасти Будут Правы Но Это Возможно Ребята Это Возможно То есть О минусах Конечно Первый минус Это то Что Очень Сложно Себя Заставить Почему Люди Идут В универ Многие Потому Что Там Как-то Тебя Держат В рукавицах И Ты Сам Себе Не Даешь Расслабиться Человек Такое Существо Его Нужно Постоянно Толкать Самому Себя Это Очень Трудно Заставить Если Ты Овладел Собою И смог Себя Заставить Что-то Делать То Считай Что Ты Познал Весь Мир Серьезно Познал Себя И Весь Мир Вокруг Потому Что Это Важно Сила Воли Это Очень Важно Заставлять Себя Что-то Делать И Постоянно Бороться С собой Это То Вообще Это Одно Из Главных Одна Из Главных Вещей Которые Нужно Делать Чтобы Добиться Успеха Поэтому Если Вы будете Сами На дому Учиться То Вряд ли Вы сможете Себя Заставить Должным Образом Конечно Некоторые Люди Смогут Я не Спорю Но Это Крайне Сложно Повторюсь Очень Сложно И Второе Это То Что Нужна Конечно Корочка В нашем мире Нужен Именно Диплом Подтверждение Что Ты что-то Умеешь Если Ты Придешь На работу И Скажешь Вот Я Например Умею Тот Тот Вообще Такой Крутой Но У Тебе Не Будет Подтверждения Что Ты Проучился На Вот Это На Эту Специальность Очень Вряд ли Что Тебя Возьмут На Работу Поэтому Да Я Уже Зашел Вот В Такие Темы Корочка Нужна Для Подтверждения Другим Лицам Конечно Интернет Отличная Платформа Для Самообучения Поэтому Если Вы Еще Учитесь В школе И У вас Уже Есть Какое-то Дело Которое Вы Любите Просто Вбейте В гугл Несколько Советов По Вашему Делу И Вам Это Действительно Поможет Я Желаю Каждому Развиваться Потому Что Я Сам Убедился Что Мне Очень Помогло Мое Умение Делать Ролики Помогло Мне Защитить Диплом По Абсолютно Другой Специальности Это Меня Вдохновило Я Надеюсь Что Вас Тоже Вдохновит Меня Вообще Вдохновило Так Что Теперь Я Готов Очень Много Видео Выпустить Буду Стараться Обещаю Вам Заходите На Е3 Пока Вы Смотрите Это Видео Наверняка Я Уже Начал Стримить И Да Под Конец То Самое Видео Которое Я Есть Некоторые Недочеты Когда Я Делаю Видео Для Канала Я Обычно Убираю Все Недочеты Пытаюсь Сделать Все Идеально Включаю Перфекционизм Стараюсь Делать Все Прям Чтобы Было Очень Хорошо Без Единой Помарочки Но В этом Видео Были Даже Ошибки Не Знаю Как Сейчас Есть Или Нет Надеюсь Вы Поймете Потому Что В последний День Перед Защитой Диплома Я Уже Не Думал О Перфекционизм Я Думал Как Быстрее Все Сделать Приятного Вам Просмотра Оставшихся Там Минуты Три Или Сколько Там Пять Минут Видео Идет Всем Спасибо За Прослушивание Я Вас Очень Люблю Ребят Я Очень Редко Об Этому Говорю Я Не Из Тех Блогеров Который Говорит Типа Постоянно В каждом Видео Я Вас Люблю Я Вас Люблю Но Иногда Я думаю Стоит Сказать Потому Что Вы Для Меня Много Значите Благодаря Вам Я Продолжаю Делать Видео И Ваша Поддержка Как Никогда Важна Вот У меня Тут Сейчас Дождь Собирается Я Сижу С Гитаркой Не Заскучаю Скоро Будет Стрим У Меня В Общем Смотрите Видео Всем Спасибо За прослушивание Стиганография Основной Темой Моего Дипломного Проекта Является Стиганография Это Целая Наука Которая Тесно Связана С Криптографией И Вообще Шифрованием Сейчас Я Собираюсь Рассказать Об этом Все Что Узнал Во Первых Что Значит Слово Стиганография От Греческого Стигана Скрытный И Графа Пишу Получается Значение Тайнопись Так Чем Значение Криптос Тоже Скрытый Графа Пишу Известно Что С помощью Криптографии Совершается Шифровка Передаваемого Сообщения В то Время Как Стиганография Скрывает Сам Факт Существования Сообщения И Даже Его Передачи Получается Что Преимущество Стиганографии В том Что С ее Помощью Можно Скрыть Сам Факт Того Что Есть Какие Секретные Сообщения Данная Наука Стиганография Классическая Стиганография Применялась Еще Со времен Пятого Века До Нашей Эры Есть Довольно Жестокий Пример Под надзором Царя Дария В Сузах Ему Нужно Было Секретно Передавать Информацию Союзникам И для Этого Он Использовал Рабов Им Брили Голову Наголо И на Ней Жи Писали Определенное Сообщение Потом Ждали Когда Отрастут Волосы И готово Получался Совершенно Секретный Контейнер С информацией После этого Его просто Отсылали К получателю А он В свою очередь Брил Волосы Раба И читал Сообщение И на этом Простом Примере Можно выявить Основные Структуры Так называемой Стига Системы Сообщение Это секретная Информация Которая Необходимо Скрыть Контейнер Это любая Несекретная Информация В рамках Которой Используются Скрытые Сообщения В нашем Случае Контейнером Был Раб Точнее Его Голова Далее Стега Канал Это часть Контейнера Которая Сможет Передать Информацию В этом Случае Тоже Выступает Раб Ведь он Сам Идет К получателю И последнее Стега Ключ Секретный Ключ Необходимый Для Открытия Информации Ключом В нашем Случа Является Тот Факт Что Сообщение В контейнере Находится У раба Под Волосами И Получатель Должен Побрить Его Чтобы Произвести Так Сказать Расшифровку Вот Она Самая Простейшая Стега Система Смотря На Нее Можно Разобрать Кучу Других Примеров Классической Стегонографии Будь То Микро Точки Которые Вклеивались В текст Писем Во времена Второй Мировой Войны Будь То Так Называем Жаргонные Шифры Где Попросту Обычные Слова Имеют Совершенно Другое Значение И Даже Будь То Записи Внутри Вареного Яйца Где Сообщение С помощью Нехитрых Манипуляций Появляется На Белке Под Скорлупой Контейнерс Это Самое Яйцо А Сняга Канал Это Безобидные Молочники Которые Доставляют Яйца Получателю Сообщения Все Эти Примеры Для Людей Местах В Компьютере Конечно Я имею Ввиду Именно В Компьютерных Файлах А не Железе Для Закрепления Давайте Разберем Самую Простую Схему Здесь Все Так же Контейнер Сообщение Сам Стига Канал И Стига Ключ Теперь Уже Можно Более Наглядно Говорить О Компьютерной Стиганографии Особенность Компьютерной Стиганографии В том Что Это Та Самая Классическая Стиганография Только На Компьютерной Платформе Примеров Можно Придумать Чуть Ли Не Больше Чем В Классической Стиганографии Но Один Из Самых Популярных И Общеизвестных Это Скрытие Информации В Джипег Изображениях Для Этого Есть Специальный Метод LSB Least Significent Bit То Есть Наименее Значащий Бит Суть Метода LSB Заключается В том Что Человек В большинстве Случаев Не Способен Заметить Изменений В последнем Бите Цветовых Компонент Изображения Фактически LSB Это Шум Поэтому Его Можно Использовать Для Встраивания Информации Путем Замены Менее Значащих Битов Пикселей Изображения Битами Секретного Сообщения Любую Информацию Можно Представить В бинарном Виде С Допустим У нас Есть Определенное Сообщение Которое В бинарном Виде Выглядит Вот Так Мы Хотим Скрыть Его С помощью Стиганографии И Выбираем Контейнер Пусть Это Будет Изображение Для Примера Возьмем Отрывок Его Бинарного Кода Который Выглядит Следующим Образом В него И Можно Вставить Наше Сообщение Разбиваем Его Тем Самым Совсем Незначительно Меняем Оттенок Некоторых Пикселей Это И Называется Шумом Именно Таким Образом Работает Самый Простейший Метод LSB Только Конечно В больших Масштабах И Программным Путем Есть Возможность Заменять Не Только Младшие Биты В бинарном Коде Но И Любое Их Количество Соответственно В этом Случай Будет Больше Помех В Исходном Изображении Также Есть Еще Более Сложные Методы Для Цифровых Водяных Знаков На Изображение Для Сохранения Авторских Прав На Данный Момент Компьютерная Стиганография Находится На Стадии Развития Потому Что Теоретическая База Еще Не Успела Устояться И Нужно Время Чтобы Установились Определенные Правила Но Тем Не Менее В Наше Время Стиганографию Весьма Скрытных Сообщений Предполагалось Что Они Зашифровывали Сообщения В своих Непримечательных Аватарах На Форумах И Будто Бы Даже Сама Аль Каида Использовала Эти Стиганографические Методы Для Подготовки К Одиннадцатому Сентября Поэтому Сейчас Очень Сложно Установить Точно Какие Методы Используют Когда Как И Где В Этому Вся Прелесть Стиганографии Для Себя Лично Я Выяснил Что Эта Наука Будет Использоваться В Будущем И Все Это Только Начало Продолжение следует Продолжение следует